Итак, к концу 11 главы складываются практически все предпосылки для миссионерского движения. Но все-таки церковь еще пассивна. Все-таки нужен еще какой-то пинок. Действительно настоящий пинок церкви в хорошем смысле этого слова. Этих пинка два. Один мы находим в начале 12 главы Деяния апостолов, один в конце 12 главы. В начале 12 главы царь Ирод предает смерти Иакова. Причем не просто Иакова, а того самого, который брат Иоанна. Помните, братья-громовержцы. И вот это люди, которые были, Петр, Иаков, Иоанн, это люди были в тесном, близком кругу Иисуса Христа. Это люди, которые были ближе всех остальных ко Христу. Это люди, которые были рядом со Христом, вместе со Христом. Это ближайшие ученики нашего Спасителя. И вот именно на Иакова налагают руки Ирод. Более того, в темнице оказывается Петр, и церковь пребывает в молитве. Усиливаются гонения. И с церковью снова непонятно, что делать. Церковь снова загнана, как кажется, загнана в угол. При этом церковь остается сильной, церковь остается убежденной. Вы помните события, которые были в 12 главе. Я не буду все это пересказывать дальше. Перейдем теперь к самому концу 12 главы «Деяния апостолов». Потому что в конце 12 главы «Деяния апостолов» происходит еще одно событие, ставшее пинком к пенсионерскому движению. «Ирод был раздражен на Тириан, мы читаем, на Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему, и склонив на свою сторону власта». И так далее. Сейчас немножко позже, 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 позже. «В назначенный день Ирод» — это его властное такое появление, такой парад, если хотите. Парад того времени. 21 стих. «Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека». Кстати говоря, какой народ? Так иудейский народ. А что, тот народ забыл про то, что не сделай себе кумира, про опасность богохульства? Да, кажется, забыл. А Иосиф Флавий, светский историк того времени, описывает это событие, смерть Ирода, и говорит о том, что вот его одежда сияла, о том, что все воздавали ему честь, все воздавали ему хвалу. По большому счету, этот местный князек научился у больших дяденек, потому что в Риме императоров так и чествовали. Правда, конечно, больше. Более пышно. Ну что же, всякий местный князек любит сделать что-нибудь, как у больших дяденек. У них иногда смешно получается, но зато вроде бы все нормально, как везде, как и положено. И вот здесь чествование, но ирония ситуации заключается в том, что чествование не в языческом Риме, где богов много, ну плюс один, минус один, большой погоды не сделает, а среди иудеев, у которых вообще говорят на Божие. Вот голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. И вот мы видим, как Ирод налагает руки на Иакова, после чего Господь налагает руки на Ирода. Варнавы и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима. То есть Варнавы и Савл были свидетелями и всему этому. Помните, они доставляли гуманитарную помощь или просто помощь в Иерусалим. Они возвращаются в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком, того самого, с которым они пойдут в первый миссионерский поход, того самого, который будет тем Марком, написавшим Евангелие от Марка, евангелистом Марком. И вот начинается взаимодействие между христианами иудейскими, языческими. И именно в Антиохии в городе, в котором ближе к языческому миру происходит следующее выдающееся событие. Событие, определившее сам характер христианской церкви. Именно в Антиохии не только стали называть христиан христианами, но и церковь стала церковью миссионерской. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. И дальше мы читаем перечисления этих пророков и учителей. Варнава и Симеон, называемые Нигер. Обратите внимание, что Варнава назван первым. Симеон, названный Нигер, человек темнокожий, скорее всего. И Луций, киприянин. И Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника. И Савву, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савву на дело, к которому я призвал их. Интересный выбор Духа Святого. Ведь Варнава и Савву были отцами-основателями Антиохийской церкви. Кажется, что Варнава и Савву были наиболее одарены в Слове. Про проповеди Варнава и Саввы мы еще услышим, про проповеди остальных нет. Кажется, они были самыми уважаемыми людьми. Но Господь сказал общине во время молитвы, во время служения с постом, что именно эти люди пойдут на миссионерское служение. Один мой очень хороший друг, американский пастор, рассказывал весьма показательную историю. Было это на заседании миссионерского комитета одной церкви в Америке. Решался вопрос о том, кого послать на полгода на миссионерскую поездку. Вот решили кого-то от церкви послать в группе миссионеров за границу. И думают, ну кого послать? Обсуждение вопроса шло примерно так. Послать Джона? Не-не-не-не, у нас эта проповедь без Джона загнется. Нельзя, куда же мы его от... Как же мы без него тут будем? Послать Джека? Не-не-не, у нас музыкальное служение без него вообще будет плохо. Как же мы его отпустим? Мы без него не обойдемся. Послать Мэри? Мэри? Нет, Мэри великолепный координатор воскресной школы. Мы без него здесь... Она нам и здесь нужна. Мы не пошлем. А вот... А вот Эрик. Может Эрика послать? Слушайте, говорит, давайте пошлем. Мы без него здесь, в общем-то, обойдемся. Поэтому можем его послать на миссию. Без проблем. Пастор говорит, я был на том миссионерском комитете, и я сказал, ребята... А он сам уже был к тому меру времени миссионером. И к ним на миссию, в ту страну, где он служил, должны были приехать миссионеры этой группы. Он говорит, ребята, вы, конечно, меня извините, но если вы без Эрика здесь обойдетесь, то мы там без него на миссии уж точно как-нибудь обойдемся. Не надо. Говорит, не надо посылать на миссию тех, без кого вы здесь обойдетесь. Тем более не надо посылать на миссию тех, кто, в общем-то, заноза в теле церкви, да, и, в общем-то, как бы так... Ну, куда бы отослать, куда бы отправить? В старые времена неугодных политиков ссылали послами в не очень дружественные государства или государства Третьего мира. Вроде дипломатическая должность, повышение послом, вот, в какой-нибудь Йемен. Нормально. Не надо этого делать с миссионерами. Посмотрите, как работает Господь, и как говорится здесь в Священном Писании. Они отправляют лучших из своих рядов. И вот тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Я предполагаю, что это было нелегко. Я даже знаю, как это нелегко. Я знаю, как нелегко отправлять на миссионерское служение, да и вообще на какое-либо служение, когда они уже не с нами будут. Тех, кто нам близок, дорог, и, знаете, тех, кто нам здесь, ну, просто прагматически нужен. Вот мне здесь нужен этот человек в служении. Или мне здесь важно, чтобы он был вместе со мной. Еще одно применение. Это христианская семья, в которой, ну, чаще всего бывает так, жена очень хочет, чтобы муж был с ней. Она вообще не хочет его никуда отпускать. Вот была бы моя воля, никуда бы не пустила. Но я знаю, что это Божия воля. Я знаю, что это Божие дело. Отпускать на Божие дело всегда трудно. Супругов, детей, братьев, сестер. Но такова Божия воля. Знаете почему? Одна из проблем Израиля заключалась в том, что Израиль решил, будто Божие благословение ему данное лишь для него предназначено. Вот это мое. Я никому это не отдам. Мы избранный народ. Мы дети Божьи. И благословение, которое мы имеем. Вот все нам. Когда мы начинаем так относиться к Божьему благословению, возникает серьезная опасность это благословение потерять. Это и церкви, которые говорят, какой хороший проповедник, какой хороший служитель. Никому не отдадим. Ни на конференции, никуда. Это конкретные христиане, которые говорят, это дар для меня. Нет. Это дар не для меня. Это дар для мира, для всего мира. Это дар для служения. Вот эту истину церкви пришлось усвоить. И усваивать ее приходится неоднократно повторять каждому новому поколению. неоднократно снова и снова. Павел, Варнава и Иоанн Марк отправляются в первый миссионерский поход. Отправляются на Кипр и Малую Асию. Если вы можете сейчас представить эту карту, они из Антиохии отправляются, попадают сначала на Кипр. Мы читаем описание Кипра в служении на Кипре в 13 главе проповедовали Слово Божие. Они в Соломине, в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Дальше встреча, которая тоже оказывается важной. Они находят, встречают Волхва, лжепророка, Вар Иисус, Вар Иешуа, то есть сына Иисуса, если хотите, Иисусович, переводим на современный русский язык. У этого пророка было интересное положение. Он был придворный пророк. На острове был римский представитель, проконсул, представитель власти римской. И, собственно, этого пророка, видя его пророческий дар, Сергий проконсул и прикармливал. Но про Сергия мы читаем, что он был при этом мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Саула, пожелал услышать слово Божие. Очевидно, у Сергия все-таки в душе что-то теплилось. Было у него какое-то желание знать истину. А Елима Волхва, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Значит, придворный пророк, который говорит власть имущему, все ерунда. Я говорю правду. Дальше решение за царем. Человек, который, конечно, и делал что-то, и, скажем, являл какие-то пророческие способности, иначе бы на него не обратили внимание. он прикормлен властью, но Сергий, человек разумный, он хочет услышать. Елима противится, но возобладал именно Павел. Кстати говоря, именно здесь, в 13 главе 9 стих Деяния апостолов, он впервые называется своим римским именем Паулус, Павел. И здесь тоже есть определенная ирония. Дело в том, что Паулус или Парвус, римское, латинское слово, означающее маленький, маленький, низкий, невысокий. Потом неоднократно будет говориться, в частности, в посланиях, он будет говорить, говорится будет о том, что вид у него был неказистый, о том, что своим видом он не внушал, ну, скажем так, какого-то уважения. Понимаете, есть люди, которые своим видом внушают уважение такой массивностью, такой основательностью, такой серьезностью. Вот Павел, он был не из таких. Но смотрите, что происходит. В этот момент, когда он общается с римской властью, когда он общается с римским проконсулом, он впервые назван по своему римскому имени, Савл, он же и Павел, и в этот же момент он исполняется Святого Духа и исполненный Святого Духа, он говорит слова, которые обычно лжепророку слова, которые обычной ситуации, обычный человек никогда не скажет. «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, на тебя ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда искал вожатого. Это то же самое, что случилось в свое время с самим Павлом. Но Павел задавал вопросы, что поверишь мне делать? Но Павел готов был к покаянию. Лжепророк, которого встретил Павел и его товарищи, и его братья на Кипре, ни к чему готов не был. Никакого покаяния здесь не было. Но это событие стало решающим для уверования Сергия. Потому что Сергий увидел, что Павел понимает, о чем говорит, и Сергий увидел силу. Римлянам очень важно было увидеть силу, римлянам очень важно было увидеть власть с римлянами, он так и разговаривает. И следующее событие, они отплывают, покидают Кипр, они возвращают, приплывают в регион, который сейчас принято называть Малой Асией. Здесь, кстати говоря, они расстаются с Иоанном Марком, Иоанн Марк возвращается в Иерусалим. Почему? Об этом у разных ученых и неученых самые разные мысли. Одна из них, которую я в данном случае разделяю, Иоанн Марк человек более мягкий. Вполне возможно, что Иоанну Марку показалось служение Павла или подходы Павла несколько агрессивными. Неожиданно ему было. И он решает, не, 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 в этой группе я не буду. Знаете, ребята, я вообще не с вами. Когда ты понимаешь, как тебе кажется, не туда попал. Все, ребята, я не с вами. Вот, скорее всего, то же самое произошло здесь. Но ответы на вопрос, почему произошло такое разделение, бывают разные. И вот Антиохия Писидийская, другой город в честь Антиоха. Они приходят в синагогу. Скорее всего, в синагогах о них никто ничего не знает. Но тогда был обычай, что если приходит гость, и гость вроде бы производит хорошее впечатление, то гостю, говоря современным языком, предоставляют кафедру. Если приходит гость, он должен поделиться Словом Божиим. После чтения законов и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. С точки зрения начальников синагоги они совершили жесточайшую ошибку. С точки зрения Божьей они дали возможность для проповеди Евангелия. И начинается проповедь апостола Павла, который на самом деле вспоминает всю историю Израиля. Бог вспоминает историю непослушания Израиля. Бог вспоминает историю противления. Бог вспоминает как... Извините, Павел вспоминает историю непослушания Израиля. Павел вспоминает историю противления. Павел вспоминает историю взаимоотношения между Израилем и Богом. И Павел дописывает к этой истории еще одну главу, начиная с 26 стиха. Мужи и братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, боящиеся Бога это язычники, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. То есть, ребята, вы читали пророчество? Вот, в Иерусалиме пророчество исполнилось. Вначале, перед проповедью говорилось, что были прочитаны пророчества. Вот теперь пророчество исполняется, вот вам исполнение. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, то есть, не за что было его убить. «Просили Пилата убить его». Причем, когда мы читаем, здесь очень важно делать акценты именно на слово «Пилата». Это 28 стих. Типа, им было не за что. Но убить надо было. Они попросили римлян, просили Пилата убить его. «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом». Это, кстати говоря, мысль, которая потом будет повторяться в 15 главе 1 послания Коринфянам. Первые начальные стихи, 15 главы 1 послания Коринфянам, то же самое. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Как и во втором псалме написано. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Видите, как он связывает воскрешение Иисуса с ветхозаветными пророчествами. Он несколько раз и дальше будет цитировать пророков, цитировать, в частности, Давида. А дальше он выйдет к тому, что мы называем применение, применение проповеди. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, внимание, всякий верующий. Не законом, а верой не только иудеи, но и всякие верующие». 39 стих. Пожалуй, центральный, концептуальный стих для служения апостола Павла. И впервые вот эта мысль об оправдании по вере, только по вере, об оправдании для всякого верующего, а не только для иудеи, впервые эта мысль здесь озвучена. Представьте себе, как должны были возликовать язычники. Ведь до сих пор путь спасения для язычников представлялся таким тернистым, таким тяжелым. Можно было раз сто раз подумать, получится, не получится. Идти по этому пути, не ходить по этому пути. И тут этот путь открыт. При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Слушайте, язычники, которые здесь сбоку припекут, приходят и говорят, а мы еще хотим. И мы в субботу придем, и мы обязательно будем слушать. И друзей приведем, как выясняется. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые беседовали с ними и убеждали их пребывать в благодати Божией. Это собрание продолжалось. Эта беседа продолжалась, когда так в малой группе. Кстати говоря, друзья мои, всякий раз, когда вы будете беседовать с большими группами людей, там найдутся люди, которым будет интересно подробно, которым будет интересно больше. Два совета. Первый, если вы такой человек, который беседует с большой группой людей, обращайте внимание на тех, кому интересно подробно. Проводите с ними время, уделяйте время. Не жалейте его, это важно. Это важно и для вас, и для этих самых людей. Второе, если вы когда-то попадаете в ситуацию, когда вы хотите подробнее, хотите больше, будь то, я не знаю, университет, церковь, где угодно, находите тех людей, которые могут вам это дать. И учитесь. Не отставайте. Будьте как те иудеи-язычники, которые последовали за Павловым, моими друзьями. И на этом мы закончим. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. В маленькую иудейскую синагогу наполнилось народу столько, что иудеям некуда было деваться. Но иудеи, увидев народ... Кошмар какой! Кстати говоря, они увидели не то, что народ Слово Божие пришел в Слово, они увидели народ... А исполнившись зависти и противоречия, и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Нас так не слушали. А эти пришли и целый город оборванцев собрали в нашу синагогу. Они забыли, что в это время проповедовалось Божие Слово. Когда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божиим. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Напоминает апостол Павел ветхозаветные слова. И он напоминает, что это не он так придумал, а Бог так установил. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. Давайте встанем и обратимся к нашему Господу. Морите. Господь наш Иисус, мы, дети твои, из язычников, приходим к тебе сейчас с благодарностью и хвалой. Мы, дети твои, из язычников, приходим к тебе, потому что хотим сказать, что любим тебя, потому что хотим открыть тебе свое сердце. Мы, дети твои, из язычников, благодарим тебя за то, что своею силой, свою благодатью ты привил нас к народу твоему. И молим тебя также о спасении. И тех, кто сейчас среди язычников, и тех, кто вроде бы в народе твоем, но пока не знает тебя. Молим тебя о великом покаянии, метаноя, изменении разума, изменении жизни. Да будет слава тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok